В ночь на 8 февраля на ледовой арене Центра физической культуры, спорта и здоровья Василия Островского района прошли ночные катания для студентов Санкт-Петербургского университета. Мероприятие было приурочено ко дню рождения вуза, которому 8 февраля исполнилось 299 лет. По традиции празднование проходило со спортивным духом. Еще до открытия арены всем желающим предлагали размяться за настольным теннисом. Исторически в день рождения университета проходили зимние забавы. Они проходили на открытом воздухе, это катание на санках, игры в снежки, в том числе катание на коньках. В этом году нам не повезло со снегом, и некоторые мероприятия, которые планировались на улице, мы перевели в область, и в частности проводили Кубок Артики по снежному регби на университетской базе. А идея данных катания возникла, когда наши коллеги из Центра физической культуры, спорта и здоровья Василиостровского района предложили нам устроить подобное мероприятие и предоставить нам лед для организации дня рождения на льду. Растопить лед в честь дня рождения университета удалось не только на улице. На катке тоже было жарко. После торжественного открытия всех студентов приглашали поучаствовать в конкурсах и эстафетах, а победители даже унесли с собой памятные призы с символикой любимого университета. Свободное катание, конкурсы, памятные фотографии с талисманом Борисом, веселая музыка – ничего на арене не напоминало о глубокой ночи за окном. Хотелось, во-первых, соблюсти традиции в день рождения, не только рассказать студентам о том, что у нас праздник, и университету уже 299 лет, но чтобы это прошло в спортивной атмосфере, чтобы ребята пообщались друг с другом, чтобы ребята приятно провели время, потому что мы наконец-то отходим от коронавирусных ограничений, когда можно проводить действительно массовые мероприятия. И приятно видеть здесь огромное количество студентов. Нам пришлось заранее закрыть регистрацию, потому что действительно народу очень много, и я считаю, что наша основная цель – собрать ребят в этот праздник. Она реализована, она воплощена в жизнь. По подсчетам спортклуба на катание подали заявки больше 150 студентов. Такие катания объединяют универсантов не только разных курсов и направлений, но и профессионалов с новичками. В разгар мероприятия на льду даже случились стихийные мастер-классы по фигурному катанию. Это очень здорово, потому что я на самом деле очень мало встречала людей, которые занимаются именно фигурным катанием в нашем колледже, ну и в университете, в которой люди живут, в общежитии тоже спрашивала, и почти никого не нашлось. Вот. И очень здорово, что это проводится именно на катке, когда это проходит зимой. И я очень рада этому. Вспомнить детство и поиграть на льду, встретиться с однокурсниками, размяться после долгих зимних каникул, или просто весело провести последнюю бессонную ночь перед началом учебы. Именно за этим сюда, на ледовую арену, пришли студенты СПБГУ. А тех, кто не успел зарегистрироваться в этот раз, спортклуб может обрадовать. С весеннего семестра начались тренировки сборной университета по хоккею. А это значит, что лед останется в жизни студентов еще надолго. А такие катания могут стать новой доброй традицией университета. Екатерина Сюзева, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.